Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицин. Это 28 новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. В грядущем Blender 2.92 наконец-то будет интегрирован нодовый редактор геометрии. Разработка является частью основной ветки развития Blender. На начальном этапе будет реализована система для настройки каменистой поверхности земли. При запуске предоставят всего 24 ноды. И еще известно, что команда Blender работает над растительностью, а также процедурным моделированием коры деревьев и мха. И все эти конкретные наработки необходимы в первую очередь для художников Blender Studio, которые создают уже тринадцатую по счету короткометражку. На этот раз нам покажут мультфильм Sprite Fright в стиле 80-х. Он расскажет о подростках, нашедших волшебное племя грибов. И в то же время Тон Розендаль, создатель Blender Foundation, сообщает, что программное обеспечение будет соответствовать эталонной платформе WFX в течение всего 2020 года. Что это означает? В то время, когда весь софт был на Python 2.7, уже тогда Blender разрабатывался под Python 3. То есть они всегда были на шаг впереди. Но это приводило к некоторым проблемам совместимости с другими программами. И вот сейчас поступило заявление о том, что Blender будет более консервативен. И дабы минимизировать большой отрыв между 3D пакетами, все новые фичи будут придерживаться Python 3.7. Ну и что нам это дает? С одной стороны, выходит, что для тех пользователей, которые работают в нескольких инструментах, это очень даже отличная новость. А с другой получается так, что некоторая часть 3D индустрии сдерживает основных разработчиков. Но в любом случае Blender остается на передовой. Epic Games выпустили Unreal Engine 4.26. Это довольно масштабное обновление. В нем представили новые инструменты, которые расширяют возможности по созданию реалистичных сред и персонажей в реальном времени для игр. Добавили новую полнофункциональную систему воды, что позволяет быстро создавать различные водоемы с помощью сплайнов. Также проработали физику воды, а именно при столкновениях, объектов с водяной поверхностью, можно будет более точно настроить рябь, пену и даже брызги. В Sky Atmosphere и Sky Light добавили новую систему визуализации Volumetric Cloud и Environment Lighting для крупномасштабных сцен. Усовершенствовали анимацию и риггинг, улучшили рендеринг волос и меха, расширили возможности рендеринга, осуществили поддержку многих пассов и оптимизировали экспорт. А также выпустили сетевые настройки NVLink для совместной работы. Обновили трассировку лучей, и GPU Lightmass. Ну и еще множество мелких улучшений и исправлений ошибок. Autodesk выпускает 3ds Max 20 21.3. Обновление добавляет новый набор инструментов ретопологии. В дополнение к этому для подготовки модели появились модификаторы Pro Optimizer и Subdivide. Внедрили три алгоритма ретопологии. Первый – Reform, который, как указано в официальном заявлении, разработали в Autodesk. Второй метод – Quadriflow или квадрогуляция. Ну и Instance Mesh. Разница между ними в скорости и точности. Реформ медленнее, но более детализирован. Еще внесли инструмент Mesh Cleaner для анализа и исправления искажений модели. Доступен новый PBR Importer для просмотра и загрузки файлов текстур на основе PBR. Настроили постобработку, улучшили экспозицию, цветокоррекцию, виньетирование и диэлектрическую проницаемость для тех материалов, которые плохо проводят ток. А это, например, воздух или такие жидкости, как масло, смолы и прочее. Ну вот вы понимаете, что мы имеем в виду, когда говорим о индустрии. 3ds Max, продолжай в том же духе. Недавно был запущен проект Polygon Flow по разработке программного обеспечения. В рамках проекта будет реализовано два продукта – Graph N и MetaNode. Первый – это платформа для создания плагинов, предназначенная для программирования. Второй продукт, названный MetaNode, представляет библиотеку инструментов, которые интегрируются в программное обеспечение для 3D или игровой движок. MetaNode предназначен для автоматического развертывания, изменения топологии и ретопа. Две этих программы будут тесно связаны. MetaNode можно будет легко редактировать с помощью Graph N. Бета-версия ожидается в конце этого года, а релиз состоится в 2021 году. В продаже появился новый гаджет Looking Glass или голографическая цифровая фоторамка. Только технология довольно дорогая. От $600 за 8-дюймовый продукт до $6000 за 15-дюймовую модель. Экран может работать автономно или в качестве объемного внешнего дисплея для смартфона. Также совместим с новыми камерами с поддержкой глубины, камерами Azure Kinect или Intel RealSense. На экране также можно просматривать трехмерные модели с помощью 3D-модель Importer. А также рамка поддерживает различные сторонние устройства по захвату движения для распознавания рук, что обеспечивает интерактивное взаимодействие системы. Появилась нейронка FaceVit2Vit, разработанная для проведения видеоконференц-связи. Как сообщают разработчики, она в 10 раз более эффективна и имеет более низкую пропускную способность, чем исходник на H264 с тем же битрейтом. То есть новый алгоритм можно конкурировать с текущим стандартом сжатия видео. Модель AI учится синтезировать видео с говорящего человека, используя исходное изображение, содержащее внешность целевого человека. Движение кодируется на основе нового представления ключевых точек. Посмотрим, какой отклик даст новая система. Мы наткнулись на алгоритм, который моделирует объект с помощью математических вычислений. Выглядит это круто, конечно, если знаешь, как именно проводить расчеты. С помощью формул можно изменять цвет модели, ее освещение, а также текстурировать. Программа довольно быстро все просчитывает. Все функции, синусы, косинусы, векторы, параболы и прочее мы объяснять не будем. Можешь посмотреть в ролике, ссылочка в описании. Также там найдешь открытый код, который можно самому потестить. Ну и показать ребенку, как применяется математика в реальности. Новости с разбега. ZBrush 2021.5 на подходе. 8 декабря пройдет стрим, на котором, как пишут разработчики, представят эксклюзивное обновление. В 25 новостном выпуске мы уже говорили о предстоящих улучшениях. Вкратце напомним, что в версию 2021.5 добавили набор новых инструментов, предназначенных для имитации некоторых поверхностей, ну и обновили Z-моделлер и скульптинг. На Gumroad лежит халявный инструмент Shadow Catcher для Blender 2.8 EV. Разработчик Blender Pirat. Программа экономит время, создавая на модели освещение с проработкой теней. И еще на Gumroad мы откопали риг всего тела для Blender. При покупке получаешь нейтральную базовую топологию головы. Как мужчины, так и женщины. Проработаны основные группы мышц, мимики, а также полный риг всего тела, включая стопы и пальцы рук. Модель имеет не только элементы управления анимацией, но и пропорциями частей лица и тела. Установки совместимы с Blender 2.79, 2.8 и 2.9. Полный набор стоит 198 долларов. Ссылочка в описании. House Group выпускает House Vintage. Это якобы новый инструмент рендеринга в реальном времени для просмотра крупных сцен V-Ray. Ранее Vintage был известен как Project Lavin. Предназначен он в основном для архитектурной визуализации. Подходит для презентации или предварительного просмотра проектов. До июня 2021 года софт будет бесплатным. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на телеграм-чат. Мы вас всех очень сильно ждем и удачи, мой друг!